Десятый фестиваль молодежного творчества «Трасса» — это семь танцевальных, вокальных и театральных площадок. Часть этапов конкурса, которые проводятся в разных городах Мурманской области, уже состоялась. Участники посетили мастер-класс от профессионалов своего дела, музыкантов, хореографов, исполнителей. Давайте пошумим для наших победителей! Каждая площадка фестиваля «Трасса» имеет свое название. Так, конкурс клубного танца и брейк-данса организаторы наименовали «Пит-стоп». Почему этап получил позаимствованное из мира автогонок обозначение, сказать сложно. Но выкладывались участники, что и сил. И кроме уже приобретенных умений двигаться и замирать, нарушая мыслимые и немыслимые законы гравитации, перенимали навыки у профессиональных танцоров Максима Шушкевича и Артема Родина. Баттл между поклонниками брейк-данса отгремел в мурманском клубе «Ледокол». А вот местом для организации фестиваля эстрадного и современного танца стал ДК «Метаург» в Кандалакше. И также в первый день конкурса один из участников жюри провел для региональных ансамблей ликбез по направлению джаз-модерн. Пару уроков исполнителям дала специально приехавшая из Санкт-Петербурга Екатерина Одинцова, танцовщица основного состава балета «Тодес». Но как бы интригующе не старались двигаться участники танцевальных групп, выглядеть так же эпатажно, как команда «Рок Мотора» еще одной площадки трассы они точно не смогут. Коллективы со всей области вышли на сцену Дома культуры «Октябрь» в Заполярном. И показали все, на что они способны, пели на английском, русском языках и совершенно дико вели себя на сцене и за ее пределами, соответствуя лучшим канонам жанра. Завершится фестиваль молодежного творчества трассы в конце октября, гала-концертом, в котором будут задействованы большинство участников проекта.